Всем привет! В эфире программа «Отдел кадров». Меня зовут Юлия Лысенко. Сегодня очень жарко, 35 градусов, но не только потому, что светит яркое солнце. Нет, сегодня свой видеоклип снимает Тимати на песню «Понты». Что из всего этого получится, вы увидите в нашей программе, эксклюзивно на телеканале РУ-ТВ. Сегодня в программе Тимати кардинально изменил имидж. Конкретно здесь отдыхаем. Почему известный российский рэп-исполнитель пересел на отечественное авто и променял профессию артиста на таксиста, вы узнаете в сегодняшнем выпуске программы «Отдел кадров». Представляю себе реакцию людей, которые по счастливой случайности оказались в нужное время в нужном месте. Площадь Киевского вокзала сегодня стала эпицентром ярких событий. Среди спешащих на свои поезда пассажиров, рядовых прохожих, постоялых таксистов, прямо перед выходом из модного столичного торгового центра развернула свои световые приборы и камеры съемочная группа Павла Худякова. Павел Константинович Худяков – известный российский клипмейкер, выпускник Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени Литовчина, а также небезызвестного ВГИКа. Высоко востребовано среди звезд не только российской сцены, но и зарубежной. В его послужном списке в изобилии блистает совместная работа с самыми яркими звездами, такими как Дима Билан, Николай Басков, Максим, Сергей Лазарев, Жанна Фриске, Нюша, Аня Лорак, Тимур Родригес, Григорий Лепс и многими другими. Ну а сегодня, пожалуй, совсем необычное видео Худяков снимет для Тимати. У меня, конечно, миллион вопросов. Первый вопрос, как всегда, почему настолько все спонтанно, ярко и непредсказуемо, когда накануне просишь пресс-релиз о том, что будет, мы ничего не расскажем, никаких пресс-релизов, все будет в тайне и в секрете. Что же сегодня происходит и почему мы находимся на площади Киевского вокзала? Снимаем видео, Тим играет таксиста, такое маленькое кино, про то, как он спасает от грабителя прекрасную Веру Брежневу, приехавшую в Москву, и она нанимает того, чтобы провести целый день в качестве ее личного персонального водителя. А что из этого выйдет, уже можно будет увидеть в видео, иначе неинтересно будет. Это панты, это панты, не смотри, где я, лучше смотри, где ты. И начали. Стоп. Стоп. Признаюсь честно, оказавшись на съемочной площадке, я была просто ошеломлена. Вместо привычных для Тимати дорогих автомобилей, многокаратных бриллиантов и высокобюджетных декораций, в кадре я увидела всего лишь навсего скромного водителя московского такси, в не менее скромном суперкаре российского производителя. Тимати. Очаровательная улыбка и золотые зубы будто бы всегда были вместе с Тимати. В этот день на съемке видео поддержать своего суженного ряженого приехала его девушка Алена Шишкова. У парочки даже есть общий ребенок, малышке всего лишь пять месяцев. Влюбленному и одушевленному творческим процессам артисту удалось настолько вжиться в образ простого парня из московского такси, что на секунду мне уже показалось, что это навсегда. Знакомьтесь, перед вами Теймурас. Что помимо съемок сегодняшнего нового твоего видеоглиба здесь происходит? Потому что на первый взгляд это вывергает определенный шок. Мы привыкли тебя видеть в гламурных обстановках, все так красиво. А сегодня ты на площади Киевского вокзала одет спортивная одежда, но и выглядишь, мягко говоря, не как обычно. Конкретно здесь отдыхаем. Мага, Зазик, Каха. Вот тут думаем, а почему бы нет? Может, Юэрю Брежневу встретим сегодня? Конкретно я бы прокатил ее по Москве. Конечно же, главным событием сегодняшнего клипа стали, нет, не золотые зубы Тимати и даже не его новый имидж. Вы можете себе представить хоть на секунду, какими охами и ахами наполнилась площадь Киевского вокзала, когда летящей походкой по ней прошлась самая красивая блондинка отечественной поп-сцены Вера Брежнева. Сарафанное радио сработало на все пять, распространив за считанные минуты новость о происходящем. И вот мы уже в кольце сотен зевак наблюдаем за тем, как Тимати по сюжету клипа спасает Веру Брежневу от жуликов. Приготовились? Вера, чуть правее руку. Чуть-чуть правее, вот так. Чуть ниже сумку. Вот. Могли ли подумать обычные прохожие, которые оказались чудом на площади Киевского вокзала, что сегодня здесь они увидят зрелище? А именно съемки видеоклипа Тимати, в котором принимает участие сама Вера Брежнева. Представьте, какой культурный шок испытывают люди. Посмотрите. Почему именно Вера Брежнева стала главной героиней на сегодняшних съемках? Потому что нам показалось, что это вот такой, наверное, секс-символ, блондинка, певица, звезда, номер один, с которой вот ассоциируются вот эти все эпитеты. Поэтому мы с Тимом обсуждали, как бы пришли к единому мнению, что это точно должна быть Вера. Легко ли было ее уговорить на эту авантюру? Да, легко. И, конечно, это очень приятно. И чувствуем ответственность, потому что она с радостью согласилась, то, что мы ей рассказали нашу идею. Ей она понравилась, она загорелась. Поэтому будем стараться сделать так, чтобы она осталась довольна результатом. Выходит красивая девушка, Вера Брежнева. Ну и что ты будешь делать? Вот скажи им, пожалуйста, ты же понимаешь, где Вера Брежнева и где вот ты? Самое главное – улыбка. Улыбка на миллион долларов. Ты думаешь, поведется она на золотые твои зубы? Это посмотрим, машины есть, есть «Жигуль», «Волга» есть, «Фриора» есть. Проказываемся красиво. Ну, а это все мелочи какие-то. Часы, золото, машина. А как же душевные качества? Как же очаровать девушку, если нет вот этого всего? По части души проблем нет душевных, а души в душу прокачу. Поехали! Привет! На него смотри, это молодец! Но помимо Тимати рядом с красавицей Верой дежурит ее продюсер Константин Меладзе, который своим зорким глазом тщательно контролирует все происходящее. Несмотря на распространившиеся слухи о беременности артистки, Брежнева все так же в прекрасной спортивной форме заставляет восхищаться своим внешним видом не только мужчин, но и женщин. Вот только одно непонятно. Как такая красавица не испугалась удивительно, как бы это сказать, привлекательного Тимураза? Что такая красотка, невероятная, самая красивая блондинка российского шоу-бизнеса делает в центре Киевского вокзала? Да. Я с прекрасным мужчиной сейчас в машине, он поездит меня, повозит по городу. Ты садишься к первому встречному? Нет, только к героям. То есть он для тебя сегодня герой. Что такого он сделал? Что героического? Какой поступок? Он спас мою сумку. Вот и не такое может сделать Тимоти. Окей, скажи, я когда сегодня разговаривала с Павлом Худяковым, он сказал, слышь, мы позвонили Вере Брежневой, потому что когда мы подумали, какую красивую девушку нам снять сегодня в клипе Тимоти, она как-то с легкостью согласилась, мы даже не ожидали. Почему? Ну, вы знаете, насчет этого со мной разговаривал сам Тимоти, и я не смогла устоять перед его обаянием, согласилась сразу же. Мы показали вам самые необычные и яркие кадры со съемок видеоклипа «Тимоти», где главную роль сыграла Вера Брежнева. Что же из всего этого получится, мы узнаем прямо сейчас, посмотрев новое видеотворение о Тимоти на песне «Панты». Смотрим.